Продолжение следует... Именно оборонная отрасль, даже не меньше, чем об модернизации, думать о том, чтобы солдаты имели высокие нравственные качества. И для этого должна быть другая совершенно нравственная идеологическая работа внутри государства через телевидение. Что я могу ответить? Вы же прекрасно меня знаете, не первый год. Примерно понимаете, что я могу вам ответить. Один на один. На сей счет. Да, поэтому давайте мы будем сами корректными. Я скажу так, я не полномочен отвечать на такого вопроса. Потому что есть другие ответственные граждане, которые за это должны отвечать. Позовите их к себе и задайте им этот вопрос. Он меня тоже мучает периодически. Итак, каждый день включайте телевизор. Любой канал. Только насилие. Только гадость. Только разврат. Только алкоголь. Наркотики. И все пьют. Каждый сюжет выпивают. Дома начали пить. На работу пришли пить. В полицейском участке. В больнице. Вечером. Клуб. Но каждый сюжет идет в звук разливаемого напитка. И все, если в совокупности взять, то более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И тем самым мы же и о себе делаем плохое мнение. Когда смотрят наши каналы, думают, а что вообще показывают русским и всем остальным народам нашей страны. И спокойненько чиновники высоких кабинетов на высоких трибунах говорят, не надо, подождем. 20 лет говорят. Значит, кому-то нужно, чтобы у нас был полный разврат. В широком смысле слова. И мораль, и культура, и образование, и политическое. Мы видим убийство, мы видим криминал, мы видим искажение образа семьи, мы видим примитивные желания. Первый вопрос касается механизма, который позволит фильтровать то, что выходит в массовость. Как с этим быть? Есть ли этот механизм? Можно ли его создать? В современной мире это сложно сделать. Поток профильтровать. Есть опасения того, что эта фильтрация примет идеологический характер. И общество будет лишено возможности получать достоверную, открытую, прямую информацию. Должно быть запрещено то, что в законе запрещено. Везде. И в интернете, и на телевидении, и в других средствах массовой информации. Все другое, на мой взгляд, может быть осуществлено только одним способом. Это фильтрация. С помощью самого творческого сообщества. Если само сообщество выработает систему фильтров, морально-этических, вот это было бы правильно. Тем, чтобы, если не исключить, то минимизировать. А лучше исключить влияние на этот процесс со стороны государства. Немножко говоря, беспредел информационный, который вас беспокоит. Он беспокоит миллионы людей. Ночная разборка в офисе телеканала ТНТ могла закончиться не так миролюбиво. Сначала крепкие внушские парни долго не выпускали людей из здания и требовали привести руководство канала к ним на коврик у входной двери. А саду держали, пока не приехала полиция и ОМОН. Я генерал-директор кандидата Андрея Левина хотела бы выразить глубокое изменение в связи с тем материалом, который вышел. Я хотела бы сказать, что это исключительная случайность. Руководитель крупнейшего юмористического продакшна страны Андрей Левин заметно нервничает. Оно и понятно, когда перед тобой сидит сам постпред Ингушетии в России Алихан Сычоев. Тут не до шуток. На беговой дорожке, конечно, не дошло, но удалить ролик, оскорбивший ингушский народ, все-таки пришлось. И сейчас мы хотим принести извинения нашим ингушским зрителям за шутку, задевшую их чувства. Мы приносим извинения за слова и действия, которые обидели великий ингушский народ. Субтитры создавал DimaTorzok Почему правительство закрывает глаза? Я не полномочен отвечать на такой вопрос. Скажите нам, пожалуйста, откройте секрет. Задайте этот вопрос. Позовите их к себе. Кром, скотство. И так каждый день любой канал. Формируются новые идеалы у молодежи. Только насилие, только гадость, только разбрат, только алкоголь. Более гадкой информационной политики, чем в России, нет нигде. И спокойно, как чиновники высоких кабинетов, на высоких трибунах говорят. Не надо, подождем. 20 лет говорят. Беспредел информационный, который вас беспокоит. Он беспокоит миллионы людей. Беспредел информационный, который вас беспокоит. Беспредел информационный, который вас беспокоит.